Девушки отдыхают Я уже в том возрасте, когда в графе пол, можно смело рисовать прочерк, но за мою левую руку крепко держится хлопчик с могучей соплей в носу и леденцом во рту. Вот это мой внук, с которым мы сейчас идем вместе в зоопарк, глянуть слоника, да, и жирафика, и мартышика. Петя, не трогай собачку, у нее блохи. Вот если ты будешь ее гладить, они соберут манатки и переедут к тебе всем стадом. И не дергай ее за хвост. Она тебе откусит руку по локоти. Ты будешь потом, как Венера Милоска. Венера Милоска, это была одна очень старая и глупая тетя. Она всю жизнь совала руки куда не надо и дошла, наконец, до циркулярной пёры. Петя, ну смотри себе под ножки. Вот ты же сейчас застрянешь в жвачке обоими башмаками или споткнешься с сигаретой. Вот только ты один из моих знакомых способен ходить, говорить и какать одновременно. Я в твои годы уже копал саперный лопаткой, то огород, то канав. И за полбуханки работал в колхозе пугалом. А ты не хочешь есть с ложечки, самые вкусненькие и самые свеженькие. Да, а кто вчера, минуя желудок, бросил в горшок котлеты? Кто бросил в суп воздушные шарики? Папины. Весь запас. Меня в твои годы за это ставили в угол, буквы Д, и лупили ремнем по Ж. Пока оттуда не выветрится весь дух свобод. Теперь такую густую демократию развели, что брови дыло. Послушайте, если ребенку до пяти лет можно позволять абсолютно все, то давайте посчитаем, сколько они все вместе за пять лет расхореначат дедушки на хачков. А, ему стыдно. А когда он лупил молотком по футляру, ему стыдно не было. Ему было интересно, сможет ли дедушка без очков отличить бабушку от столба. Вот он меня не слушает. Дедушка, это для него не авторитет. Это старый шепелявый радиола советской сборки. Петя, Петя, брось камень. Да не в дядю. Ну, ради бога, извините. Послушайте, он у меня что-то сегодня такой дискобол, то камень, то палку, то мимо, то прямо в лоб. Извините, ради бога, пожалуйста, мы больше не будем. Петя, если ты сейчас не сунешь свои ручки в карманы, я забуду, куда мы с тобой идем. И никакого зоопарка, никаких каруселей, никаких жирафов. Я вот куплю тебе на палочке мороженые рыбьи жиры и целый день буду водить по твоим губам. Петя, не садись на дорогу, мы уже почти пришли. Ну, вот видишь, с пятого этажа моргает, это жираф. Вот это слон. Так, стоп. Выплюни изо рта все, что у тебя там осталось, и чтобы мне больше никаких провокаций с верблюдом. Я опять не успею уклониться, а тебя опять смоют. И чтобы мне больше никаких походов через прутья к мартышкам. Они и так неволе не размножаются. А после того, как ты пнул ихнего вожака, у них вообще остановится демография. Знаешь что, вот ты давай, иди ко мне на ручки, потому что ты за пять минут успеешь натворить столько, что меня потом посадят на десять лет. Ну, через десять лет это, это он уже пойдет в восьмой класс в обнимку со своей первой девушкой. Я хотел бы посмотреть на это. Я хотел бы дожить до того времени, когда сын моего сына будет называться мужчиной. Вот, дожил. Вот он уже не идет ко мне на ручки, он сам дал мне ручку, чтобы я оперся. Ну, пойдем, пойдем с тобой к фонтанчику мы умоем тебе лицо, чтобы мартышки не думали, что одну из них я украл. И чтобы все люди видели, какой ты красивый. И что, несмотря на годы, мы с тобой все-таки так похожи. Идем пить. Идем. Спасибо. Продолжение следует...